против львов а потом же так то это светлым мыслями пожалуйста сейчас мы начнем это расскажет что я не хуя не понял что там говоришь ну что файтер у меня ничего не спрашивал сейчас хорошо и будет все замечательно файтер ты уже включал тут все уже работает заебее пока мы ни с кем не здоровались пока я не кинул объявление сегодня без музыки потому что у нас сжатые сроки уже сколько там 9 часов почему то у меня 10 но это неважно 9 часов все так шоу сейчас короче типа какой-то матча форс лайн с лай ве надо нажать форс и он в и ве так пока там все радуются что их кто-то стримит ладно я все-таки какой-нибудь расслабляющий музончик кину чтобы там лимон успокоился и не кричал сейчас матом а то я в обратное верну неадекваты я имею такую власть моя власть бесконечная и безграничная особенно безгранична так чтобы что такое прям в тему врубить прям вообще в тему надо иначе фона файтера будет называется так давайте сейчас мы послушаем я не буду играть все тихо 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 сейчас прям это сейчас это сейчас что-то короче блядьская сука тронье о я же хотел вчера серебро поставить понеслась спасибо за расслабончик майк я не буду играть я не буду играть я не буду играть я вдыхаю глубоко все твои слова и ночи я не буду ждать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, господа! Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, господа! 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 они ливанут. Слушай, болгары почему-то вон хоть и понимали, что в них... Потому что болгары собрались для них нормальным составом и на евро. А это гребаные товарищи. Нормальным составом, да? То есть 43-6 это нормальный состав на евро. Это их был лучший состав, к сожалению. То есть ты хочешь сказать, что здесь будет 43-6? Нет, ну не 43-6 будет. Даже 20 не забьют. Там 15 это потолок будет. 15-ку забьют, да. Это нормально абсолютно. А мы как будто не проигрывали немцам 15-1 вообще нет. Это было, когда мы еще не могли играть. Или камы 35-1 США слили. Вообще такого не было. А это меня не было. На немцах меня тоже не было. Не хватало лимонов, понимаете? Свежей силы. Ну конечно. Лимон себя везде заткнет, чтобы хоть как-то там горечь поражения или победы снизить. Да-да-да. А мы, кстати, вот все смотрим. Тут же у Форсов 8 человек на сервере. В то время, как у Лайонса их целых 4? По-моему, 5 было. Ну-ка, по-моему... А, Джер, да, нет. По-моему, было 5, слушай, нет? А, 6 дисквалифицирован. Ну, в общем, поздравляем команду Форсов. Вы в кубке, видимо. Я сомневаюсь, что тут будет сейчас, как вчера, полчаса ожидания матча, а потом 25-0. Тут десятку не забьют. Даже в пятером играя, если будут не пропустить. Да, тут как-то все... Да даже если бы они собрались, то теперь у Форсов более-менее пойдет состав такой. И, кстати, вот раз тут такая инфа прошла, что целая сегодня Аня играть будет, я сегодня Аню буду отдельно расшифровывать. Я особо жестоко буду ее оценивать. С особой жестокостью буду оценивать. Наказывать будешь, да? А, ну я буду наказывать с особой жестокостью. У меня есть на это причин. На это, да, как на... У меня на это есть 5 причин, как там в песне поется, да? Первая причина, там, это ты, там, вторая, все твои мечты и так далее и тому подобное. По составу Форсов, по-моему, тут будет какая-то жесть. Тут лучшие игроки, Антон, извините, все, видите, у меня тоже с языка тут срываются какие-то гадости. Так вот, Динго и Татар должны сегодня играть. Тушканчика я вообще в расчет не беру, как бы это... Игрок все-таки первого Динго, и тут он так. Больше как бревнышко такое результативное... Как это сказать-то? Своё место имеет, да. Как бревно такое результативное. А я один раз что-то перестал слышать Майка, и Майк начал говорить на бревне только каком-то. И для меня это было как-то непонятно сейчас. Я просто задумался, всё хорошо. Так вот, а у состава Lions, всё, что я сейчас вижу, это Фреда, это Знапах, это Роги, Жэ, или что-то такое, и Герри. Болливон, как фанат игрока Герри, знает, на что способен этот человек. Герри просто получше Васи будет, вот так вот скажем. Герри будет получше Васи, ну сколько можно? И хазы-то вместе взяты, вот, и если их соединить, то в принципе ничего так получится. Тем временем у команды Lions идёт целая вафля, чтобы тем дать печеньки, а потом пойти покушать пирожка с мясом, большого и вкусного. Кстати, хотелось бы пирога с мясом отведать. Аня, иди пирожок нам свари, быстренько, по-бырому. Ты девушка должна уметь. Так вот он, великий, ужасный, импосибль. Вот, кстати, импосибль, который может играть за сборной. Это единственный шанс. Это который может играть за сборную Украины, хочу отметить. А, точно. Надо ставить кирпиданам. Это вафля, это чемпион РСЛ, это вафля. Я не знаю, что-нибудь ещё надо сказать, это лидер команды. Кстати, да, 13 минут уже идёт. Короче, время матча уже пошло, почему-то матчей нету, я не знаю, что происходит. А кто судья-то? Судья Бурик. А, так Вася, наверное, судья, вот что, а. Так Вася. Вася, не винге, не судить. Вася, всё хорошо. Сегодня будем, значит, оценивать целых 13 человек. У Васю тоже, мне звонит телефон. Васю мы оценим, давай я оценю, Вася. Это звонок в студию, подождите. Алё. 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 Алё, Вася, это ты? Да, я тебя слышу. Отлично всё. Так главное, что мы тебя, Майк, слышим, причём так хорошо слышим. Нет. Вот так нет. Нормально, всё там, вещи подошли, всё хорошо. Да. Хоть бы от микрофона бы подальше бы отошёл. Всё понравилось. Да всё понравилось? Ну, не всё, но всё понравилось. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Я бы довольный. Да. Нет. Еду не привёз. Ладно, пока хоть как-то надо Не слушать этого оленя Сейчас, через пару минут У нас будет специальный гость в студии Через минутчик пять Конечно Вы уже давно его знаете Ага Поэтому Скоро сейчас будет новый гость Итак, вот, да Звонок в студию Подошло все там, да? Все там подошло, да? Все подошло, все было отлично В общем, сказали, что мы вас любим Будьте в эфире как можно дольше Майк, мы тебе памятник поставим и тогда Сейчас в нашем эфире появится новый гость Через пять минут Кто? Кто? Быстренько мне, скажи Solid Snake О, он сегодня снова с нами Великолепно Просто чудесно и великолепно Видите, я же даже подавился Потому что я в шоке Блин, а что-то я и правда подавился Так, пока у нас задыхается один олень Назовем быстренько составчик А вы уверены, что Джерард играет за львов? Это уже не важно, потому что он уже начал играть А почему Джерард играет за львов? Короче, Джерард играет за львов? Нет, на самом деле, он играет за львов Он их капитан вообще-то как бы А, серьезно? Почему он ни разу не... Ладно, после Короче, ты мне даваешь чем с того, что пусть он тегу поставит, да? Пусть он поставит тегу и мы быстренько назовемся состав А, Джерри на раме Итак, если вы хотите форсы забить Просто ударьте И, в принципе, на этом ваша игра закончится В общем, давай, ты Лайнс, я форсов назову, давай Да, давайте быстренько Джерри Я не знаю, Айфред Запах, Вафля Джерард в атаке неожиданно И Айрош Интересный состав Очень интересный состав Я тут, кстати, недавно просмотрел стрим, который комментировал Мозилу с Антоном Я выдержал Он так классно называл Айрош Просто, знаешь, так, чтобы не париться, просто Рожа И когда он говорил там Рожа неуверенность сыграл на левом фланге Или там что-то такое Довольно-таки забавно выглядело Так, ну и состав форсов За которым, я повторяю, я буду сегодня определенно очень пристально следить Мне нравится уже очень много игроков этой команды Я их фанат Я хочу вообще в них играть Так вот, на воротах Кривосос номер один Защитники Кривосос? Кривосос номер один, да Защитники Мозила номер пятьдесят девять Динго номер девятнадцать В миде Татарище номер семь И в винге капитан команды Шутканчик Я не знаю, кто это вообще так под номером девять И номер одиннадцать это Лайф Пейн Вот за этой мадам вообще смотримся внимательно Каждый пас ее комментируем Каждый провал, гол, ассист и лифт с матча Пожалуйста, доказываем Доказываем Борьба выиграла Хреновый пас, минус балл Дальше идем Тебе не кажется, что слезет Бабам со стороны нельзя Понятно? Все, точка Все нормально Все хорошо, да? Все отлично Смотрите, она очень неплохо сыграла, кстати говоря, в стену Сейчас попадут обратный пас И кто-то там давал с кривыми руками Так нельзя же бабам сокер играть Ну нельзя, ну пас-то ее Она классно сыграла-то на отметке Так что балл сразу плюсик ей По минус-то плюсик Ух, две штанги Пацаны Сейчас будет жара Сейчас просто будет жара А между тем у нас готов ворваться в прямой эфир Наш уже постоянный гость Ой-ой-ой, момент был у Форсов И они не попали по ничему Позвольте, пожалуйста, ему Майк или Файтер кто-то Я не могу добавить Потому что у меня его нету Я могу только позвольте Я добавил его Я могу только позвольте А, все уже, все, все А, сейчас, значит, Снэйк к нам присоединился Ух, и между тем первый гол Аня дает голевой пас на Шутканчика Так, запишите На Тушканчика Аня Это Тушканчик, да? Это Шутканчик, а не Тушканчик А, ну, это одно и то же Это разные люди Ничего не знаю Вот как запах Вот играй, чувак, с ником Запах Прием, прием Привет! Здорово, парни У нас в студии В очередной раз Да Можешь зайти на сервер Тут, кстати, играет твой любимый игрок «Запах» О, все-все-все, я сейчас с моментом Только там слотов нет, ребят Слотов нет? Слотов нету? Так это не проблема, Майк Ролекс, пошел вон Накажи кого-нибудь Пожалуйста, кикните Подсчетных кикнем Ну, что это? Например, Васюк, кстати Он же все равно не судит, ни хрена Он же не судит, да? А мы посудим у нас менюшки Все, кикните ролик, суньте, пожалуйста Вот этот чувак с ником «стрим» на сайте Кто? Файтер, это ты? У тебя же есть админка? Карай роликса, к черту твою мать Он не стримит, он никто Пусть покинет сервер Какой Apple? А, Apple можно, кстати, да, тоже Так, ну пока там у нас разбираются с местом для нашего Ну, пока можете мне немножко рассказать, как там матч вообще происходит Ну, Force уже введет Забильный гол Да, Force 1-0 введет уже Тушканчик, точнее, шутканчик забил А пас ему дала Анна LifePain и еще много разных ников Ой-ой-ой Чего себе Да Какая молодец Какая молодец, да Снэйк-то помнит, кто ее играть учил, да? Не знаю, кто ее учил Все понемножку, наверное Все понемножку Это ученица Солида Снэйка Если будем ее почитать, да Она так считает? Нет, мы так считаем Потому что ты больше всего времени проводил Там учил ее верхом, низом бить, пасовать, все дела Ну, как скажешь, Майк Я немножко ее пытался научить Я не считаю, что я ее прямо учил Не, ну она, кстати, вообще Научилась нормально, в принципе Только она все равно на матчи не ходит Не знаю почему Мне нравится ее Ну, сейчас пришла Поставили ее Так, все, я наконец-то зашел Отлично Отлично Смотрим, что у нас по составам Где запах А вот он, отлично Вижу Какая позиция Запах в деффике, да Все Запах универсал Понимаешь? Сегодня персонально за Динго и Лайфпейн буду следить только Все Так, она вообще в какой команде играет? За КТ А, вот Правый Винг Падение Правый Винг Яблоко от Яблони Угу А теперь, ой-ой-ой, хороший Был пасмозащитник, хорошо Мне спрашивают, кто такой гнус на трансляции Не знаю, может это я Либо Майк Либо Лимон Наверное, Лимон Самый гнусный человек в мире Гнус Опа А кто хоть просчитывается? Сейчас смотрит Диман А, привет, Диме Диман, я так понимаю, это Шака наш, да? Так точно Я его сегодня обрадовал И рассказал, что в честь его назвали трофей Он обрадовался? Швать Конечно Он сказал, что ему очень приятно Я представляю, что он сказал примерно Поэтому ладно Так, ну что ж... Не, он был очень удивлен Ну вот, как видите Нас смотрят уже совсем старые Прям совсем старые-старые игроки Легендарные Шака Хислоп Мы тебе придаем тебе горячий привет Мы тебя помним, любим и ждем Давай Шикарно А у нас продолжается матч Шестая минута Форс ведет 1-0 И, кстати говоря, надо сказать Имеют они открываемые игровые преимущества Достаточно большое Потому что как и у лайнцев Я что-то даже моментов таких не помню За вот то время, которое... Ну вот сейчас будет первый момент Я думаю Кстати, вот смотрим, как защитник сыграет Мне интересно Смотри, пытается замельчишить Не получается Очень плохо сыграл Вот сравняли Вот и 1-1 Да, вот, пожалуйста Стоило только что Шака, кстати, просит уточнить Он не старый, он зрелый Он зрелый Самый зрелый и легендарный игрок Рассуэла Еще бы сочный, сказал бы Сочный, ну... Он уже не такой сочный Не такой, да? С тухлятинкой? Не знаю Это ты с ним можешь порешать Я не возьмусь Не возьмусь Такие громкие слова Так, ну что ж 1-1 Смотрим Форс играет достаточно интересно Старается играть Вадим сразу в касание И более-менее получается Момент И... Лайф Ну хорошо было А так и все поучаствовали Мозилла После левый депс Только не участвовал Слышь, Мозилла С пигом Еще и поздал точно О, там наш комментатор С бровки Что-то на задней плане Подговаривает Подпес Сдывает Наверное, офсайд был Наверное, кстати, возможно Надо линейного спросить Так, ну что 2-1 А у Форс сейчас Основной состав или нет? Я просто Еще не начал Разбираться По идее, да Почти, да Основной на самом деле Вообще-то Не основной у них Слышно Ну, Мозилла есть только Не основной Ну да, у Мозилла Только и LifePaint Все остальные Боевые уже ребята Ну и в том Антон Все-таки играет Из-за меня вспомнит Их два матча Антон это совсем Страшно Ну, у них начинал Напоминаем, что это Третья игра Отборочного Отборочного раунда Так что сегодняшний победитель Все, уже выходит в кубок Так оно достаточно серьезно В кубке у нас потом Группа будет, правильно? Две группы, да По четыре команды в каждой Ну и выходят две Наверное, как обычно Это касательно По одному воню Ну, да Да, по одному Да, для команд Строуги, у которых Опадут, конечно Это будет действительно Серьезный вызов И проверка своих возможностей Потому что я вообще Надо сказать, что Вряд ли они выйдут дальше Им должно нереально Ну почему? Андердокс, МЛПР и Балка Пожалуйста Потому что как минимум В одной группе Будет две команды Топ уровня Там с Алешей, например Особенно Алешей Топ уровня Да, Лемон? Ну, если вы еще Проиграете Львам Или Форсам Я совсем над вами Поржу Мы Алеша Гейминг У нас клан-лидер Вася Ты о чем вообще говоришь? Если Вася То согласен, да Понимаешь? Вот о чем Ты вообще говоришь? Ну не идет У нас игра Мы не умеем играть Мы же совсем Вот мы старые Мы незрелые Мы старые Так Вася же лучший Клан-лидер Или как-то? Ну он не лучший Мы вообще с него Назвали номинацию Так, смотри, Майк Вася же лучший Клан-лидер В смысле? Что, что? Так, Лемон Ты там это Ну подпёздывы, давай, да? Да-да-да-да Одно дело Мы его увековечили Другое дело Он лучший Увековечили Улучшим он Кланировым еще не был Так что тут не надо Я помню все Почти А, то есть увековечивали на позицию, на которую по ней разу и... По центру. Жалко, что по центру, да. Пробил бы в дальний и добил бы. У нас, в деле, далековато был. Но удар сильный, кстати, получился, надо заметить, у этого товарища. Фред, кто это вообще? Кто там помнит, не знаю или точно знает, его настоящий ник. Потому что у них что-то знакомый. Кто? Вот этот Айфред. Это не Витоль, случайно, нет? Понятнее имею, кто такой Айфред. Вот он, да? Ну да, это Витоль, по-моему. Если Витоль... Я не знаю, кто такой Витоль, поэтому... Еще один игрок сборной Украины, пожалуйста. Я вам говорю. Какой еще сборной Украины? Которая... Я что-то пропустил. С которой они скоро соберут и сыграют матч. С нашего гениальные мысли Майка, просто. Гениальные мысли Майка. Все, ты исключен из этого обсуждения по поводу Украины-России. А я вообще сейчас ничего не сказал, заметил. Исключен, исключен. Не нравится тебе, пожалуйста? А чего это я Геннадий Орлов? Поясните, пожалуйста. Уважаемый. Это я тут со своими зрителями общаюсь. Хотя я так понимаю, один только зритель. Да, но зато персональный. Зато персональный. Все хорошо, действительно. Я очень грамотный. Я никого не поддерживаю. Я нейтральный, я абсолютно комментатор. Я слежу за игрой. Соловьев-Габарьер, вот, примерно то же самое. Фуууу. А два. Ну, на самом деле, я немножко больше болею за одну из команд, но не скажу за какую. Ту, за которую твой кумир играет. Да. Наверное. И, кстати, заметь, Вафли продолжают, показываются лидерские качества, тащат команду. А Вафли не плохо. Вафли не все, кто тащит тут, поэтому все хорошо. Фууу, Лимон, давай, скажем, скролоса все дела. А я это сказал в тот раз, раз есть, поэтому... Все сказано, зачем повторять. Целый тайм в одном матче. Мы обязательно посчитаем тактические действия в перерыве. Да, конечно. Тем более он мидер, поэтому... А я-то своих двух любимых игроков вообще в принципе засчитаю до смерти, еще оценочки им поставлю. В общем, перерыв нас ждет очень интересный. Очень интересный. Вы можете не смотреть игру, но ждите перерыва. Будет интересно. Но игру тоже можно посмотреть. Почему-то решающий матч, тем более, что и трига есть. Игра равная. Лайонс больше на контратаках играет. Опа! Да, не пропускают, конечно, такие передачи. Попускают, да. Через трех игроков прошелся спас. Непонятно как. Пас отличный. Надо сказать, отсыгранная, в общем-то, пара вингеров у нас получается. Ну, скажу по секрету, я вот этих двух товарищей, точнее, одного товарища, одну мадам-то часто вижу, играющих один на один. Так что ничего удивительного нет. За такое время уже можно было сыграться. Да, конечно, друг против друга играли. Ну и что? Лимон, они там в ГТГ играли, все куери створили. Там, поверь, у них все хорошо в этом плане. Тебе-то я верю. Да, Тушкан там бегал целый день с ником «Люблю Анютку», потому что его Аня один на один обыграл. Опа! А между тем 3-3 и вафли снова. Лучший матч, почему-то, второй дивизион. Курс. Что это? Курвик, блядь. Это типа по-польски «Курвик», а опять по-русски. Ну, написано латиницей. Вот такой интернациональный получился постик, нормально. Давайте, а Терина? Да. А кто нас судит? А Терина? Вася, прекрати. Научи Терина, блин. Так, кстати, меня просили тут прорекламировать. Господа, в эти выходные собирается сходка на футбол, организатор роликс, все вопросы к нему. Во дела. Во дела, да. А идея была... А по поводу снег нашей фигни будем рекламировать? Нет или нафиг надо? Римон, подожди. Идея по поводу снега предназначена не только роликсу, но и Глебушкину. Так что, кто хочет увидеть Глебушкину, вперед. В эти выходные. А, и как-то стремительно у нас развиваются события. 4-3 уже в пользу форс. Да, по два мяча уже оба винга забили. Да все голы они почти сделали два винга. Возило немножко поучаствовать. Ну да, в первом голе. Зато хорошо, красивый пазм был так через все поле, низ, по центру. Ну как же так? Ну снега сейчас выйдет просто и не будет комментировать. Так, тихо, слышь, запах, запах. Что случилось-то? Запаха. Запаха. Как они смогли это вообще? Как вы это позволили, судья? Судья. Мы-то что сможем. Судья, Вась. Отмена, отмена замены. Отмена замены. Вот, я поймал его. Слышь, так. Итак, что сделал запах, быстренько смотрим. В дефе, да, играл? Ты видишь количество пасов? Да, а ты видишь вообще количество, что он сделал? Что, все мячи из-за него? Нет, просто запах сделал за 11,5 минут, 3 передачи точные. Это, мягко скажем, плохо. Это не очень хорошо. Скольки, возможно. А, он коснулся мяча 28. 28 раз, из них 21 перехват. Это сколько процентов? Это чуть больше 10 процентов. Возможно, это правильная замена, хорошо. Возможно, это правильная. Да, что тот все знает, оказывается, клан-лидер команды Lions-то, смотри. Может быть, он тоже там смотрит на статуи, думает, ооо, все, пошел. Просто я не уверен, что Динга, Дани сыграет лучше. Дани? Да. Потому что в предыдущем матче он провалил. Причем провалил довольно-таки. А, он в дефе играл? Да, по-моему, в дефе играл. К сожалению, Дани, сколько я видел, он выше Винги там что-то умеет. А вот сейчас он играет в дефе. Потому что в дефе, как раз-таки, играть чумить надо. А вот Винги не обязательно бить, точно, поворотом. В Винги, к сожалению, играет тушканщик, и ему довольно-таки сложно. А еще я хочу заметить, что в спеках сидит чувак с ником Сковорода. Тоже довольно-таки интересный игрок. Личность целая, я бы даже сказал. Да, да, да. Тебе он тоже, в принципе, должен понравиться, Сник. Я, кстати, да. Он вроде играл в прошлом матче, нет? Что-то забил. По-моему, он только вышел во втором тайме. И, собственно говоря... А, да, забил, по-моему, гол даже. Ну так. Я помню, что он отличился. Отличился, да, да, да. Так, а я тут пока подсматриваю Чудинго. Там сделал, это мой вообще кумир. И он по-прежнему пока стоит своим кумиром. Ничего не скажу. Все, ждите перерыва. Еще две минуты играть. Главное, проблема Львов, как закрыть тушканщика. Потому что через него идет вся игра. Ну, как видишь, как оказывается, и из обороны там пасики долетают до вингов, причем неплохие. Так что, если закроют тушканат, там могут вполне перестроиться через пасы от обороны. Тем более, видишь, да, как твой адмозил, тот же пас пошел через центр, там, через своих игроков и прямо на право вингера. Ну, это просто он вовремя перехватил меньше и сделал пас, и все. А вот может еще раз так перехватить, а потом еще, еще. Так что пока еще рано. Говорить, что только... А между тем тушканщик снова попадает в штамп, он в опаснейший момент. Шутканщик. Минута остается до перерыва, 4-3 минуты. Да, или вам надо продержаться, мне кажется, эту минуту, чтобы не пропустить пятую. Ну, можно и забить, попытаться почему-то. Не, можно и забить, но если пропустят пятую, то будет не очень хорошо. Ну, два мяча, это не самый пока серьезный аргумент будет. Ну, или вы и не фаворит этого матча, чтобы отыграться. Я не спорю. Ну, раз, видишь, три забили, значит, еще могут столько же. Значит, еще могут. Что деф там не самый пока, к сожалению, мазил. И форсит кнута свое. Я хочу заметить, что я пока не скажу, что там Динго сделал, но галешники-то через него залетают. Так что мне он уже сегодня чуток нравится с минусом, со знаком минуса. А то у него все пятерки-пятерки, пора бы на двоечку сыграть в самом. Ну, и как минимум первый гол на его вине. Ну, он там пытался обмануть, кто у них там в той, в той вине. А в итоге обманул себя. Да, а, вот этого, рожу, как сказал Рожа. Рожу, рожу. Рожу, все, рожа будет теперь у нас. Но не обманул, к сожалению, он рожу, и мячик прилетел на дальнего. Страшная рожа, видимо, была. Да, совсем страшная рожа. Четыре секунды между тем. Так, ну что ж, давай, Лимон, ты там мидеров, я как-то... Ай, вот, 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 вот. Как же так, я так переживал за них, даже ничего не говорил, но, к сожалению, ребята пропустили еще один. И тут уже шансы маленькие у них будут, наверное. А тем временем Анна отдает третий, в общем, забивает третий гол. И участвует в каждом мяче своей команды. Молодец. Итак, быстренько оцениваем. Начнем с Вафли, потому что он больше впечатления произвел на меня. Хорошо, оцениваем. Итак. Почему я сказал Свафли, а не Свафли? Просто интересно. Ну вот. Не знаю, если честно. Но если хочешь, скажу Свафли. 30 секунд уже потерял. Алло. А быстренько. 42 хитажа, 16 пасов, 23 перехвата, 22 потери мяча. Довольно-таки фигово, но для второго дивизиона, в принципе, пойдет. С учетом того, что забил два мяча. Сколько пасов сказал ты? 22, если не ошибаюсь. Я уже убрал. Это Мидер или он Мидер? Это Мидер. А с ним играл Татар, который, кстати, Татар же играл? Да, вроде бы. А почему Татар ничего не сделал за весь тайм? В смысле? А, потому что у Татара всего 19 касаний мяча. Понятно, два раза меньше, короче, он сделал, чем... 19. Вот поэтому... Я такое, наверное, сделаю за 5 минут. Так, ты там давай не выпендривайся. Я не знаю, что это было. Хватит рекламировать себя, хватит. Поэтому 11 пасов, 6 перехватов, 7 потерь мяча. Довольно-таки ужасно. Еще раз хватит. Ты заколебал себя рекламировать. А, я могу еще прорекламировать. Ладно, хрен с тобой. Можно, да? Да, пожалуйста. Ты давай, Лимон не скромничай, конечно. Ну, блин, ну... Слишком будет, по-моему, нет? Я и так каждый стрим себя рекламирую. Не знаю, тебе виднее, как бы. У тебя еще есть силы. Лимон, я чувствую, что ты вообще не сможешь спокойно справляться с нагрузкой. Комментатор что-то, да? Да, я чувствую, что я скоро отделюсь от тебя. Ты меня заколебал? Ты меня заколебал уже откровенно. Фух. Ты обращайся мне запрос. Я могу поговорить там про Васю поговорить, про себя поговорить. Про татары с вафлей. Вот, видишь, ты на вторую дивизионку имитируйтесь. Вишняк, я как бы уже исправился с вафлей, сказал. Вафля. Я понял, понял. Я что-то смотрю матч, как-то мне на вас насрать, ребята. Спасибо за конструктивное мнение о наших разговорах. Вы общайтесь, общайтесь, я даже не перебиваю вас. А мы заметили, кстати, ты только включаешься, когда там момент такой, знаешь, опасненький. И почему-то кто это был... Я слов нету просто, игра хорошая. Игра, в принципе, неплохая. Я ожидал большего разгрома. Какого? А какого разгрома? Ну, я верю в то, что львы еще сейчас смогут напрячься и забить голец. А ты вспомни, во втором туре они играли между собой, и там было где-то 11-2, наверное, где-то так. Второй тур не комментировал, не смотрел. Не, мы с тобой комментировали олень. Ну, значит, я был в другом каком-то месте, а ты комментировал один. А теперь у нас татар еще забил. Рикошетик такой неприятный. А вот и татар. Лимон, твоя школа, да? Моя школа. Татар, за это уже троечку могу. Вот, видишь, вот так вот сейчас до пятерки доползел. Забьешь еще две хрени, поставлю пять. Ну да. Слушай, Лимон, а может правда назвать не лучший гол, а... А лучшая хрень? Да, лучшая хрень. А еще можно лучшая хрень от Лимона, вот так вот. Лучшая хрень от Лимона, да. Пожалуйста. Хочешь минуем, можем теревку легко оформить. Вот так вот. Я тоже, в принципе, не против. А тем временем Анна продолжает унижать команду соперников. Она уже на любой вкус забила, только Айром еще не забивала. Мы ждем Айр. Я жду. Мы ждем Айр. Мы ждем Айр. Плохой игрок из нее получается. Я не знаю, я ее не видел никогда в сезонах. Она вообще участцова. Ну она очень редко там играла. Так, и больше. Ну неплохо. Да. Так. Защитнички начали форс подключаться. Ну все. Вот тебе вафля, вафля и все такое. Завафлил свои ворота. Вафлит по полной. Я понял, почему ты это говорил. В общем, это полная вафля, ребят. Получи вафля. Да, вафля. Да. 8-3. Как-то все, интрига умерла, по-моему. А вот это все из-за того, что за секунду до первого тайма, до конца, они пропустили ненужный пятый гол. Может быть, может быть. Не пропустили бы и было бы, возможно, еще 4-3, еще борьба и... Ну все, короче. Ну они уже даже не опекают вообще игроков. Хорошо. К сожалению. Я доволен. К сожалению, игра закончилась за 2 минуты второго тайма. К моему счастью, я доволен. Чем ты доволен? Что это за предвзятое комментирование? Что? Я право Винга, видишь, смотрю, я охреневаю. С него, не ее, а Онова. Да просто охреневаю. Есть мнение, что это потому, что запаха заменили. Кстати, да, возможно. Игра сломалась, все. Клан-лидер все-таки не все просчитал. Не хватило запаха? Несмотря на то, что сделал всего 3 пасса. На нем держалась команда все равно. Не в игре было дело, а именно в том, как... А это нормально, что с вами уже? У него аура специальная такая. По-моему, Вафлин начал откровенно сливать. Потому что, да, значит, все-таки гол был случайным в свои ворота. Ну, что-то они рано сломались-то, ребят. Надо бороться до конца. Ну, что это такое? Пропустить за 2,5 минуты 5 мячей, это... Это нормально. Ну, расстроился чуть-чуть. Что поделать? Он боролся, старался. Так, ну вот в Вафле мне уже страшно ставить на матч сборной Украины и сборной России. Ну, так же сломаю. Страшно, да? А кто будет играть за сборную Украины? Ну, с украинцев, кстати, 11 человек. А вот как Вафля, вот... А остальных-то не в курсе просто. Ммм. Там 11 человек. Ну, там люди... Хочется только у вас новых игроков-то. Ну, да. Ну, там из них 6, наверное, из 2-го дивизиона. Или 7. Ну, где-то так, короче. Очень важно. Мы можем тогда не новое поколение, а новое поколение бейнчеров на нашу сборную пустить. Пожалуйста, чтобы уравнять шансы хоть немножко. Только надо этих бейнчеров... Все равно не было шансов. Да почему нет? Потому что это бред. Лимон, бред у тебя все. У тебя каждое второе, там, действие, сообщение и какой-нибудь инвент у тебя бред. У тебя там, знаешь, второе имя у тебя какой-то бред уже. Вот откровенно, можно сказать. Да он, какая разница, что он думает? Он даже не судья. Вот ты даже и не судья. Вообще. Ты никто вообще. Что ты делаешь, сидишь? Я, впрочем, могу выйти. Нафига мне. У нас еще один... Бред взяли, сделали. У нас взяли что-то и обидели меня сейчас. Я устроился. А ты хватит тут бредами раскидываться. Я же все равно. Это каждая твоя, там, мысль, что ты, там, мудак или еще чего-то типа такого. Я выслушиваю, там, ну, внутри себя. Я думаю, что это хрень, но я же не говорю эту вслух. Так я могу тебе почаще это говорить. Хочешь? Да, пожалуйста. Тогда, может быть, даже более популярный будет стрим. Да, да, да. Да, 3-1 счет. Это то, что нужно, мне кажется, ребята. Вы можете быть более откровенными, открытыми друг с другом. А у нас тут отвертая зона. После того, как мы отделились от группы РСЛ, мы вообще теперь независимые. Мы чего угодно можем тут говорить. Ну так пользуйтесь, пользуйтесь своим привилегированным положением. Господа, поскольку у нас тут такое количество интересных личностей сегодня, И мне кажется, папа мне нужно сдать желтенькую карточку, потому что он все еще находится на матче, и, как бы, такое писать нельзя. А что он там писал? Извините, просто немножко. Ну ты проясни, наверх. И вот сейчас вот то же самое. Мне это не очень хорошо. Я написал, короче, я от кто-то там и... Да блин, в спеках уже слепой-то, а. В спеках? Хреномка, без спальни вышел-то, а. Я ебал с ними играть. И все. Да выше, сука, бесишь, мальчик. Да, выше-то, выше, ничего нету. Слепой ты, а, лень. Слушай, он может в спеках что угодно писать про свою команду. Это его проблемы. Как минимум не в общий чат. Давай мы с этого начнем. Так в общий чат игроки не видят. А если бы кто-то умер бы? Нельзя писать в спеках. Если бы кто-то умер, мы бы его похоронили и сыграли бы в матч памяти, и все. Матч памяти. Да. Матч памяти в вафли, в принципе, да? Нормально. Вафленый матч памяти. Все, тихо, спокойно. Они будут играть пятером. Интересное решение. Как-то сняг, тебе не очень везет на твое комментаторство сегодня. Да и вчера. Да ничего страшного. Еще повезет. Может быть, второй матч будет интереснее, кто там. Котиначи, СМЛП2. Ну, не, не повезет. А они когда играют? В десять. А сегодня? Полчаса. А, через вось минут уже. Котиначи сумасшедшие два вингера, Хутор и Супермен там разнесут, скорее всего. А вы остаетесь комментировать? Наверное. Я уже думаю. Лимон, я тебя готов похвалить. Ты не в настроении сегодня? А это просто... Не, заранее там просто было. Ты не знаешь предысторию всего этого? Нет, даже не особо интересное. Вот. Представь. Предыстория была прям ужасная. Во всем виноват Васи. Ладно, Вера. Вася написал, цитирую, Лимон хорошо сыграл на кэпе. Молодец. Зато он ничего так. Вась, видишь... Я понял, ты переживаешь за кэпа. Я понял. Я переживаю из-за Вася. Вася, видишь, мы с тебя переживаем, Вася. Без комментариев, ребят. Но когда я играл кэпа, я тоже всегда старался. В ней было неприятно проигрывать. Так что я могу тебе понять. Ладно, не будем больше читать, что там Вася пишет. Тут совсем все плохо закончится для нас. У нас 20-ая минута, 12-3. Матч вообще умер, вся интрига умерла. Капитан бросил свою команду. Джерард играет без тега. В общем, хаос происходит на поле. Я не знаю, чего тут еще надо ожидать. 10 голов. Мне кажется, комментировать здесь нечего. Не знаю, вам вообще интересно что-нибудь, что может здесь еще произойти? Мне нет. Я думаю, еще штучек 5 они забьют. Ну вот, когда Санта копала рыбалку 20 на 1, я сидел, комментировал нормально. А, комментировал он, я слушал тебя потом. Слушай, я сидел и хотя бы что-то говорил. Что ты там говорил? Ты свернул игру в конце. Слушай, я слушал по звукам, там гол влетал и говорил, о, са забила. И дальше. О, са забила. Все. Когда она, когда... А для единственного раз, когда забила рыбалка, ты тоже сказал, о, са забила. Я же тоже не забил в самом-то деле, а. Я даже развернул и охренел. Там правда они забили. Я думал, я... Я думал, меня обманули вообще. Ладно, ребята, это нормально. Это как бы ваша инициатива, она еще молода. То есть стримы еще... Не можете настраиваться на все матчи. Ну стримы-то уже на самом деле не очень... Не, ну просто не нужно стримить вот такие матчи уже. Почему? Ради разнообразия. Мне вот, например, делать особо нечего. Я сейчас столько стрей не пришел, как бы я не против посидеть, побазарить. Так что... Не, так вот поэтому и стоит поболтать, а не по поводу... Кстати, не хочешь поболтать, правда, о твоей гениальнейшей идее? Ну эта идея-то не моя. Я просто подумал, что в принципе можно попробовать это организовать. А речь идет, собственно, о чем? О том, чтобы собрать кэп с игроками, которые либо уже не играют, либо играли там с первых сезонов. Всех вместе собрать на сервачке. И типа сыграть один последний кэп, что-нибудь такое назовем красивое. И сыграем. Вот. Так как я уже поговорил с несколькими людьми по этому поводу. Они уже согласились. Это смерч. Шака. Скорее всего, Глеб. Мне тебе сказали, что он так поигрывает иногда. И поигрывает. Да. Криш, это я хочу тебе сказать. Криш. Глеб точно сейчас меня... Вася. Ну, Вася, понятно. Сычев тоже наверняка согласится. Ну, я постараюсь еще кого-нибудь там найти, не знаю. Хотелось бы увидеть Фреша, например. Мне любит. Не надо. Фреш не приятно. Почему? Это я тебе гарантирован. Он в армию ходит. Ну, вот перед армейкой. Он сейчас вообще не заходит даже. Один по... Да я понял. Я просто так говорю. Кого хотелось бы увидеть. Аршавина, например. Ну, тоже, скорее всего, типа... Аршавина можно спокойно учить. А, ну вот. Я через ВК его только так спокойно вытаскиваю. Так что надо просто время тут определить все дела. Киржаков там денег. Ну, мы вроде как определение вот так вот более-менее. Можно красить, а если кто-то с ним еще может... Ну, красить сейчас Берлиат никак не получится. Не, можно им, конечно, аккаунт куда-нибудь выдать там на денек. И Кви еще. Ну, Кви, думаю, мы позовем в самый принят. Но Киви все-таки этот, не самый такой. Ну, он сейчас не играет Лимона, как бы, так что почему бы и нет. Не, ну, он с шестого сезона. Можно Федора там. Но Федор тоже не играет. Ты видел, да? Все, в каком он состоянии. Федя тоже. Ну, просто я Федю назвал. Не назвал, потому что он, ну, не с самого начала. Начнем, типа, с самых древних людей. Ну, Роликс древний, пожалуйста. Да, Роликс точно. А, и Суперпап. Кстати, Гошам, по-моему, тоже, если мне там не наврали, он с первого сезона вроде играл. Ну, насчет первого я не скажу, но, типа, в каком-то из первых пяти он там стартовал. Не, в четвертом он точно играл. Вон, ты смотрел группу СА. А я тебе говорил, я не знаю, какая эта группа... Может быть, эта группа была начата с пятого сезона. Да, вот, короче, идея понятна. И я предлагаю, например, в четверг... После матча... Нет, там матч в девять, но в десять мы могли бы сыграть. Ну, вот мы знаем, кому как удобно, там, матчик можно еще, наверное, перенести, там, на десять, на девять, если пойдут навстречу нам администрации. Легко. Вот, и я думаю, интересно может получиться. И постримить можно, и покомментировать кто-нибудь? Я! Я тут! Алло, алло! Я уже сказал, да, что... А, хочу заметить, что Вася сказал, что нафиг Майка, он не очень, и пусть сидит комментировать. Это сказал именно Вася. Пожалуйста, можно мне, да, пруф, пруф вот этого вот сейчас комментария в мою сторону? Так я тебе скинуть могу, что, проблемы что ли? Хорошо, все. Не, а я что, я не спорю, я, наверное... Так правильно покомментируешь, что? А Файтер постримит как раз. Ну, Майк... Я не помню, с какого сезона играет Майк. Я пришел только с седьмого, я про лиги никакие не знал. Ну вот. Нашел, откопал, и... Так что, если не наберем, то... Майк сыграет, если нет... Да, можно найти еще каких-нибудь олфагов, вы что, ребят? Там наберется и без меня нормально. Конечно, если есть какие-нибудь связи с ним... Майк у нас живут еще, бегают. Барсичи, правда, только в ВКонтакте отдыхают, обитают. Ну, про Барсича я ничего не могу сказать. Майк это точно старенький игрок. Он еще, по-моему, в третьем, в четвертом играл. В четвертом он точно, я за ИНН, по-моему, гонял. Другим ником, по-моему, тоже. Барс! Барс! Точно! Павел! Крабик это вспомнил, да. Краб! Вообще, Барс — это тема. Ну, если кто-то сможет его позвать... Звать надо, короче, вообще всех по максимуму. Он все из этого синдзяка, да? Да это пипец. Ну, откуда-то оттуда. Ну, Барсович угарный, чувак. Барк! Диман не напоминает Барк. А еще был охрененный Турбо и Буст. Господи, я начал вспоминать этих игроков. Даже я что-то не знаю. Ты их, наверное, и не видел никогда. Наверное. Они в ИНН играли. Вот, Диман помнит. Можно... Не знаю. Прикольно было бы еще кого-нибудь из иностранцев. Типа этого. Кого мы там вспоминали? Стингеры или типа того? А, Стингеры. Марс. Ну, их уже точно не найти. Марс вообще там... А, игрок еще. Ну, кстати, да. Игрок можно, в принципе, найти. Так что, ребята, кандидатур там много. Слушай, там на три команды наберется. Ну, они не придут. О, Сыч еще нас смотрит. 3Х, точно. Спурс. Блядь. Извиняюсь, да. Спурс, по-любому. Это же вообще был мой основной защитник. Точнял. Да, Спурс. Как же я помню. Персанта. Ну, я, в принципе, могу только на себе... В общем, как бы все. Будем рады всем, то есть. О, у нас забила команда Лайнд. Четвертый гол. Поздравляем их. Четвертый гол. Четвертый гол. Если что, двадцать третья минута. Мы как бы... В смысле, ничего страшного. А. Да-да-да. Ну, слава богу. Отлегло. Так что, вот такие пироги, ребят. Я все планирую в четверг. Так как мы вспомнили уже целую тонну игроков. Я думаю, мы сможем собрать кэп. Ну, вполне. Извин. Тем более, что уже человек шесть точно будут. Ну да, шесть точно будет, я думаю. Ну вот. Значит, в четверг в десять, да, так ориентировочно? Да. После матча Алеша с андердоксами, если не ошибаюсь, там играют. Ну блин, Алеша андердокс. Вась, давай матч перенесем. Я не хочу в этот день играть. Я хочу сидеть и ждать матча в десять, а не эту хрень в девять. Потому что мы там сольем и вообще не приду, к черту мать. Во! Я согласен, отлично. Я играть не буду больше. Все. Тогда мне отзаяви, к черту матери, в трансферах, уйду по вторую дебюзиану. Тут Сняк у меня спрашивает Кулер, считается ли он старым игроком. Хороший вопрос. Когда Кулер начал играть? А я не знаю, правда. Все эти цифры у меня давно перепутались, потому что я уже играю в реальное количество. По-моему, пятый сезон в Турфине. Я думаю, Кулер считается. Сейчас он... Я не думаю, что он мне написал с седьмого сезона, но я что-то не думаю, что он... Не-не-не, не может быть седьмого сезона, он точно нет. Кулер, ты что-то... По-моему, это ты всазь с седьмого сезона. Да, точно. Кулер где-то же еще играл. Вообще в защите я один раз против него играл. Точнее, он в защите. Кстати, товарищ Вася, вытащите товарища Дану, пожалуйста. Вы же где-то там на связи с ним постоянно? Он где-то же сейчас играет. Там в CSGO или где-то. Там уже точно такой старенький игрок. Слушай, Сыч, раз ты нас слушаешь, может ты можешь с кем-то связаться как раз из тех игроков, которые ты написал или кто-то еще? Я Шави напишу сегодня прям. С Фраем связь потеряна, но я попробую его откопать. Фрай, если ты еще откопаешь. Джей Фрай, это вот этот чувак, это один из первых игроков в СА. Да-да. Точнее, даже не в СА, а в IBS. Так он до сих пор заявлен на меня. В Васе Свинин, но Ферста мы пикли два назад окончательно. Все его следы. Остался только аккаунт. Мой, второй. Так что тут никак. У нас тут продолжается изменение младенцев. Я смотрю уже по полной программе. Да. Какой-то матч превратился откровенно уже, не знаю, даже не в матч, а просто в бесцельное пинание мяча обеих. Причем команда, что Форс никак не форсирует их преимущество полнейшее. Они просто не реализуют. Так что, ребята, если кто-то из тех, кто нас слушает, общается с кем-то из старых игроков, обязательно говорите им, что в четверг мы ждем их всех на сервере RSL 10 часов. Чем больше, тем лучше. Конечно. Можем два и три капса играть, хоть всю ночь. Да, без разницы. Можем замены делать. Хоть через каждые 10 минут, пожалуйста. Просто правильно, как сказал Сняко, лучше, чтобы те, кто сейчас не играют, вообще не играли. Ну, это идеально. Это было бы тогда идеально. То есть, чтобы ни роликса не было какого-нибудь, ни меня не было. Ну, значит, Вася Лимонс еще в Rolex минус уже. Ну, что, если получится собрать вот такую вот штуку, то будет вообще идеально. В ближайшие дни капов не ожидается. Все, закрыли тему. Потому что играть некому. Тогда я не буду стримить, я буду сидеть и готовиться к четвергучу. Вообще отличная отмазка. Ой, Кривосос. Чего Кривосос я сейчас называю? Калент этот, Кривосос. Воротарь уже забил гол. Ну, это уже не серьезно, ребят. Он же не играет на раме, да? Да не важно. Он воротарь, он по жизни воротарь. Там Сковорода уже почему-то бегает. Да, мы пропустили. Да, кстати, мы пропустили выход Сковороды Ильеса. Мы вообще пропустили весь матч. Мы пропустили весь второй тайм. Короче, все. Всем форсам по пять, всем лайнс по единице. Тем закрыто. Во фрек колл за то, что ливанул, сука. Кстати, колл с минусом я бы ему поставил. И изборную Украины не исключил бы. Сычев тут вспомнил еще оффлайна. Я, к сожалению, тоже вспомнил. Вот единственный человек, который я не хотел бы видеть почему-то, это оффлайн. По-моему, он совсем кончил. Адик. Сыч, так он где-то рядом с тобой там живет. Пожалуйста, вперед. К подъездному соседний зашел, позвонил. Алло, привет, как дела? В четверг там то-то-то. Так и договоритесь. Гатуза еще у дружка тоже позови. Он конечный. 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 А вот Дану было бы прикольно посмотреть. Да, Дану и правду. Собаку, не подгавкивай. Да, да, да. Так что, ребята, зовите всех. Киржакова, Раикса и все такое проще. И будем рубиться. Олдскул. Раикс, 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 Раикс. А Супер Павчик что? Супер Павчик? Я его среди первых назвал. Он же вообще, по-моему, чуть ли не с первого сезона играет. Виноват. Я просто думал, что это какой-то другой игрок под его ником. Потому что я даже не верил, что этот чувак до сих пор играет. Так, Раикс уже не актив очень много. Я смотрю, тут он ДН. Целых два. Так что, пожалуйста, ловим. Понятно. Это были куча игроков. Я помню, был какой-то скиуль еще какой-то эстоницы. Типа того. Был. Это мне фреш такой, даже товарищ называл, я помню. Кстати, по поводу фреша. Я его как-нибудь попробую заманить. Например, скажу, что отмажу от армии. Не знаю, как я это сделаю. Ну, мало ли. По-моему, не все свои. Две минуты, кстати, у нас остается до конца. Во, Акинфеев еще. А Семшов кто? Семшов это Киржаков и есть. Семшов это либо Киржаков. Да, Киржаков, по-моему. Это точно. Это я вам точно могу сказать. Это я почему-то помню. А Али Локс с шестого сезона только играет, по-моему. Поэтому не тот. О, Тоби, кстати. Тоби вообще зачет. Пипец. Вот так вот, господа. За этот матч мы вспомнили игроков. У Тоби же был дичайший пинг всегда, по-моему. Или нет, я путаю его с кем-то. Тоби. Ну, в дефе он все равно играл норму. Я не помню его пинг. По-моему, он защитник, короче. У него был третий такой пинг. И он вообще наиграл. Он просто сейвил. Считай. Вообще. Он один из лучших был защитников вообще в сезонах. Это братюня Глеба, как мне говорят. Ну, туда мы клево угорали, я помню, да. Тоби тоже надо звать. Короче, всех. Марса там. В общем. Как его с Ники. Внимание. Объявляется общеевропейский розыск на всех РСЛ с первого сезона по пятый, давайте возьмем. Да, отлично. Всех зовите в четверг на матч. А выходные на сходку прям тоже зовите заодно. Мало ли, вдруг придут. Да, еще Лоста позовите обязательно. Лоста. Лоста. Лоста, Лоста, Лоста. Он тоже с первых сезонов играет. У него был ник Блэк Хоул. Лоста. У нас хотя бы другой Блэк Хоул на лиге есть, к сожалению. Но это сейчас. Но поверьте мне, тогда у него был такой. Блэк Хоул. Наверное, многие интересовались, почему Блэк Хоул, да? Только потом увидели. Ну, тогда никто не знал, что такое может быть вообще. Что такое может быть. Что у нас есть собственная лига. На лиге. Так, ну закончится этот матч тоже сегодня, не? 16. Да, это уже совсем толпы. Все, короче, Форсы. Поздравляем вас с выходом, наконец-то, в финальный турнир Кубка. Основной турнир, точнее, Кубка, если быть правильным. 16.5, ГГВП. Все молодцы. Ливайтесь в серва. Ждем следующий матч. И... Поздравляем Форсу. А Симунича, помнишь еще австрийца этого? Кому? Который Гошану говорил, арбуз голова. Ну, это же недавно был какой-то тип, нет? В смысле недавно это было? Это было фиг знает когда. Ну, как где-то фиг знает. Диман ржет почему-то, видимо, он знает все. Ты как забыл про этого, арбуз голова. Давно было, говорит. Окей. Он в РСЛ играл? Малька. И в РСЛ тоже играл. Ну, окей. Не, я бы не... Вот эту историю я просто плохо знаю. Он все время говорил, Гошан, арбуз голова. Ну, что-то такое было, но... Как-то запомнил. Я, видимо, в этот момент потел и пытался выиграть. Там и кого-то... Такс. У нас сколько тут еще? Целых 10 минут еще? Ну, давайте, предлагайте темы там, товарищи зрители. Тихо. Академия. Продолжение следует...